1xbet надежный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Всем привет! Перед просмотром данного ролика прошу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Я стараюсь сделать годный контент и хочу постоянно радовать вас новыми видосами. Для меня это большая мотивация делать лучше и больше. Всем приятного просмотра! Мы начинаем! Хабиб Нурмагомедов. Последние годы это по-настоящему популярная личность в мире ММА и даже за ее пределами. Много критики было вылета на этого спортсмена в последнее время. Много нелицеприятных слов сказано, но Хабиб все-таки важная фигура и один из самых ярких представителей смешанных единоборств от России. Известности и уважения в спортивных кругах можно добиться лишь громадными усилиями, упорством и движению к цели. Наверняка многие наизусть знают биографию этого спортсмена. Тогда можете смело выключать это видео. Ну а для всех остальных я хочу рассказать про путь бойца, на этот раз Хабиб Нурмагомедов. Поехали! Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов. Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легком весе. Хабиб обладает титулами чемпиона России, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы. По национальности он коренной аварец. Родился мальчик в небольшом дагестанском поселке Сильди 20 сентября 1988 года. Многие из родственников Хабиба, в том числе его отец, который является основным тренером сына, профессионально занимаются борьбой. Мальчик начал тренироваться с 5 лет. Вместе с ним постоянно на тренировках присутствовал его младший брат Абу Бакар, который впоследствии также стал профессиональным спортсменом. Когда Хабибу исполнилось 12 лет, семья переехала в Махачкалу, где отец продолжил свое занятие с молодежью, организовав небольшой спортивный лагерь для талантливых подростков. К слову, в детстве кумиром бойца был русский спортсмен Федор Емельяненко. Однажды, посмотрев на кассете «Бои без правил», Хабиб захотел обучиться ударной технике, но отец уговорил юношу продолжить заниматься борьбой. У тренера Джафара Джафарова Нурмагомедов начал постигать приемы дзюдо. К началу своей бойцовской карьеры молодой человек прошел все подготовки различных боевых искусств, но по словам бойца, его техника ударов до сих пор несовершенна. В возрасте 20 лет молодой спортсмен впервые выходит на большой ринг. В своем дебютном бою 13 сентября 2008 года он встретился с азербайджанцем Вуйсалом Байрамовым, которого Хабиб одолел удушающим. Сам Вуйсал от этого потерял сознание. За три года соревнований Хабиб получил более 15 наград победителя, за короткое время став чемпионом России, Европы и мира. Он работал по договору с такими спортивными компаниями, как ПРОФК, ТФК и М1 в категории малого веса. Такие победы не могли остаться незамеченными и вскоре на перспективного бойца обращают внимание самая известная ММА организация UFC. Дебютный бой в UFC Орел провел 20 января 2012 года. Против него вышел боец из Ирана Камал Шаларус. В первом раунде Хабиб отправил Камала в нокдаун, а после смог забрать спину и выйти на удушающий. Победа. После этого Нурмагомедов продолжил победную серию. 25 мая 2013 года на UFC 160 Хабиб сразился с американцем Абелем Трухильо. Орел буквально вытирал пол американцем, попутно установив рекорд по количеству тейкдаунов за бой. Аж 21. Как результат победы единогласным решением. 19 апреля 2014 года Хабиб вышел на бой против по-настоящему серьезного соперника бразильца Рафаэля Досаниаса. Несмотря на это, Рафаэль ничего не смог противопоставить навыкам Хабиба, который доминировал на протяжении всего боя и в стойке и в партере. И вновь победа единогласным. Вскоре после этого Хабиб получает разрыв крестообразных связок и выбывает на год перед боем с Тони Фергюсоном. Да-да, именно с ним. Все-таки в апреле 2016 года они должны были встретиться. Но опять не сложилось. Во второй, но не в последний раз. Теперь травма была у Тони. На UFC 205 Нурмагомедов должен был встретиться с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом. Однако позже Данн Уайт заявил, что Эдди будет защищать пояс против Макгрегора. Конечно же штаб Хабиба был крайне возмущен таким раскладом. Свой крайний бой Хабба провел на том же UFC 205. Только против другого противника в лице Майкла Джонсона. Сначала Майкл пытался что-то противопоставить Хаби в стойке. Но ближе к концу первого раунда Нурмагомедов приспособился к американцу и перевел бой в партер, где начал доминировать. Доминирование продолжилось во втором и третьем раунде. Джонсон вербально сдался и как результат был пойман на болевой на руку. Хабиб после победы начал грубо высказываться в сторону Макгрегора. Шанс побороться за временный пояс у него был в марте. Но по известным всем нам причинам весосгонка на тот момент оказалась Хаби непосильна. Сейчас сорвалась и вторая возможность побороться за пояс. И теперь Орел должен искать иные пути продолжения карьеры. Конечно в его спортивном пути сейчас не лучшие времена. Но я считаю, что у него еще будет шанс побороться за заветный пояс. Вот такой был путь профессионального бойца Хабиба Нурмагомедова. Ставь лайк если болеешь за Хабу и данный ролик тебе понравился. Кстати подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Она еще на начальном этапе, но вскоре там будет много чего интересного. А на этом я прощаюсь. С вами был Дима, канал Гурьев Тайм. Пока.